Здравствуйте! В эфире программа «Южный регион.Инфо». Коротко о сегодня выпуске. Почти два года по пути импортозамещения в Ростове за круглым столом собрались эксперты, чтобы ответить на главный вопрос. Получается ли заменить санкционные товары отечественными? У нас нет вопросов, связанных с тем, что наша ассортиментная матрица или наши покупатели осуществляют какой-то дискомфорт от того, что не могут найти какие-то продукты. Вырастить помидоры и огурцы для северной столицы. Ростовская область развивает сотрудничество с Санкт-Петербургом. Это будут и в последующем торгово-закупочные сессии, которые позволят насытить наш рынок, а вам, вашим фермерам, крестьянам, колхозам, совхозам, которые здесь есть, продавать свою продукцию. Новый Ростов. Градоначальник Сергей Горбань обсудил с общественными советниками перспективы развития технопарка. Если человек, руководитель учебного заведения хочет создать что-то инновационное, движется в сторону развития, мы должны его, конечно, поддерживать, а не бить ему по рукам и говорить, давайте сделаем технопарк, как кавуги. Администрация Донской столицы опубликовала эскиз мемориала жертвам крушения «Боинг» в Ростове. Автором скульптурной композиции «Прерванный полет» стал известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин. Сейчас ведется работа по согласованию эскизов памятника. Предположительно, его высота составит 2,5 метра. Памятный знак будет установлен в сквере перед аэровокзалом. Добавлю, сегодня исполняется 40 дней с момента крушения «Боинг-737-800» авиакомпании «Флай-Дубай». Самолет потерпел крушение при повторном заходе на посадку 19 марта около 4 часов утра в аэропорту Ростов-на-Дону. В результате трагедии погибло 62 человека, в том числе 34 ростовчанина. Около 450 миллионов рублей выплатят вкладчикам ростовского Стеллобанка агентства по страхованию вкладов. Принимать заявление начнут с 28 апреля. По данным АСВ, за компенсациями могут обратиться около 3,5 тысяч человек. В качестве агента выбрали Ханты-Мансийский банк открытия. Об этом сообщает «Интерфакс». Напомню, Центральный банк России отозвал лицензию у Стеллобанка 14 апреля. По данным регулятора, ростовский банк проводил высоко рискованную кредитную политику и не создавал адекватных резервов. Кроме того, по сведениям Центробанка, Стеллобанк не соблюдал требования закона в противодействии отмыванию доходов. Перспективы развития технопарка «Новый Ростов» обсудил глава администрации Донской столицы Сергей Горбань с общественными советниками. С инициативой предоставить свои площадки промышленникам выступил колледж технологий машиностроения. Базу для реализации технических идей презентовал директор колледжа Игорь Пряхин. По его словам, в учебном заведении есть необходимое оборудование, мастерские и лаборатории, которые могут быть интересны резидентам. Участники заседания высказали мнение, что масштабный технопарк возможно создать только на базе вуза. Но задумку представители колледжа поддержали. Если человек, руководитель учебного заведения хочет создать что-то инновационное, движется в сторону развития, мы должны его, конечно, поддерживать, а не бить ему по рукам и говорить, давайте сделаем технопарк, как в Кавуге, огромный, где там 10 заводов построили больших, которые сегодня работают и славят эту область. Поэтому маленькое предприятие для меня тоже важно. Также на встрече обсудили систему высшего образования в регионе. О достижениях и вызовах сегодняшнего дня рассказала ректор Южного федерального университета Марина Боровская. Она отмечает, ученые вуза ежегодно выполняют объем научно-исследовательских работ более чем на полтора миллиарда рублей. По словам градоначальника, крупные университеты Донской столицы и являются драйверами развития экономического потенциала Ростова. Продукцию из Ростовской области ждут на прилавках питерских магазинов, а донских фермеров пригласили поучаствовать в Рождественской ярмарке Санкт-Петербурга. Эти и другие вопросы торгово-экономического сотрудничества Юга и Севера обсудили в Ростове. По словам заместителя губернатора Донского региона Михаила Чернышева, в 2014 году товарооборот между субъектами превысил 6,5 миллиардов рублей. В принципе, Ростовская область, вы знаете, она сегодня обладает достаточно хорошим потенциалом, в том числе инвестиционным. У нас неплохие темпы роста по промышленности 154,6. Это один из лучших показателей, но лучший показатель по России за 15-й год. У нас впервые триллион внутренний региональный продукт превысил. То есть есть позиция, по которой, я думаю, мы с Санкт-Петербургом можем очень-очень хорошо дружить в этом направлении. У Ростовской области и Санкт-Петербурга есть хорошие наработки сотрудничества, машиностроения и транспортной отрасли. Но основной объем товарооборота между субъектами приходится на продовольственные товары. В будущем регионы планируют расширять экономическое сотрудничество. Это будут и в последующем торгово-закупочные сессии, которые позволят насытить наш рынок, а вам, вашим фермерам, крестьянам, колхозам, совхозам, которые здесь есть, продавать свою продукцию. Поэтому вот это установление контактов, что называется, глаза в глаза, это, я считаю, очень-очень важно. Кроме того, участники встречи обсудили совместные проекты области культуры, туризма, науки и медицины. Смогли ли отечественные товары заменить на полках магазинов санкционные? Ответ ищут аналитики, представители агрокомпаний, торговых сетей и банковского сектора. За круглым столом эксперты высказывают мнение на тему импортозамещения в продовольственной сфере Ростовской области. Их выслушали наши корреспонденты. Прилавки по-прежнему пестрят разнообразием товаров агропромкомплекса. Правда, мясо, молочные продукты, фрукты и овощи теперь не импортные, а отечественного производства. Около двух лет Ростовская область идет по пути импортозамещения. За это время дефицита продуктов не возникло, сходятся во мнении эксперты. Представители торговых сетей признаются, пришлось затратить немалые усилия, чтобы в короткий срок безболезненно найти замену иностранным поставщикам на внутреннем рынке. На сегодняшний день можно сказать, что у нас нет вопросов, связанных с тем, что наша ассортиментная матрица или наши покупатели осуществляют какой-то дискомфорт от того, что не могут найти какие-то продукты питания в наших магазинах. Ну, наверное, какой-то элитный деликатесный ассортимент где-то подсократился. В новых реалиях активизировались федеральные и региональные производители. Они отмечают рост продаж по ряду направлений. Зарубежные конкуренты ушли, освободились продовольственные ниши. Этим поспешили воспользоваться и компании Ростовской области. Это привело к росту ассортиментной линейки и наращиванию производственных мощностей. Как пример, сегмент деликатесов премиум-класса, которые до ввода эмбарго ввозились в Россию из Европы, с введением санкций эта ниша освободилась. Сегодня программу импортозамещения на Дону продолжают реализовывать. Объемы производства увеличились в сельском хозяйстве, консервной промышленности, молочном и мясном животноводстве. За 2015 год 8 ростовских производственных предприятий получили субсидии по кредитным линиям в размере более 300 миллионов рублей для стабилизации внутренних показателей и перекрестного финансирования. 22 предприятия включены в российский список влиятельных производств России. Уже сегодня в регионы запущено более 40 инвестиционных проектов, которые полностью удовлетворяют задачам импортозамещения. При этом аналитики говорят и о направлениях, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Прежде всего, стоит активнее развивать овощеводство и еще больше увеличивать мощности производства мяса и молочной продукции. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Летний сезон откроет ростовский зоопарк 1 мая. Билеты пока не подорожают. Об этом рассказали в пресс-службе парка. Ранее сообщалось в разных источниках, что к началу лета стоимость входного билета в зоопарк могут поднять. К 1 мая всех теплолюбивых животных переселят в летние варьеры, откроют кафе и аттракционы, начнут работать фотографы и экскурсоводы. Сейчас зоопарк уже перешел на летний режим работы с 8 утра до 8 часов вечера. Выпуск наш завершен. Читайте наши новости на портале rastoflife.ru. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова